...тема об отчетности по проектам. Основной наш гость и ведущий Татьяна Калинчук. Я так и врача не... Я так и врача не... Все, как и врача. Ну, не врача, не врача. Я ответственная, да. Она является у нас менеджером конкурсов, которые объявляют гаранты, которые принимали участие в вашей организации. Я так понимаю, что тут представители организации, которые выиграли в этом конкурсе. Поэтому сейчас мы передаем слово Татьяне Ивановне. Ну, а потом мы уже обсудим, если какие-то какие-то вопросы... Давайте я расскажу тебе. Здесь, я так понимаю, не только бухгалтера, да? А есть кто-нибудь, кто из одной организации? Несколько человек. Может, может, остатка не хватит? Спасибо. Кто-нибудь скажите, есть у нас получатели грантов от Министерства по развитию местного самоуправления в конкурсе САРКО? Вы, да? Двое только, да? Трое. Хорошо. Ну, о том, что я буду рассказывать, в принципе, там одинаково. Просто я сейчас взяла у нас разгадок только на конкурс, который проводит Центр Гарант, то есть финансирует Центр Гарант. Но требования к отчетности, в принципе, они одинаковые. Там будут только разные формы немножко. Я вам так просто покажу. Вот здесь финансовый отчет. Наш финансовый отчет, он в таком виде, там вам сейчас раздадут образцы финансовых отчетов. Это образец идеального реестра финансового отчета. А в отчетах Министерства они вот такой горизонтальный формат. Отчеты, но формат, в принципе, тут же там еще раз разница большая нет. Я тогда начну с СОНКО. Как немножко расскажу. Кроме этого, форма содержательной отчетности, в принципе, тоже небольшая разница. Единственное, что те, у кого нет формы отчетности по СОНКО, вы позвоните или напишите мне на адрес в Торинчук. собака.ngo-garant.ru Просьба выставить вам форму отчетности по конкурсу Министерства Продолженности и СМС-Управления я вам отправлю. Там рекомендации есть. Рекомендации можете использовать эти же. Там документы требования не те же. Я просто немножко остановлюсь на каких-то ошибках, которые обычно выпускают, и пробежимся. То есть вот эта форма отчетности так выглядит. Содержательная отчетность выглядит у конкурса СОНКО. Это социальные ориентирники, потому что с организацией. Еще раз говорю, в принципе, никакая разница. Только вот здесь добавляется не хороша, а там другие. Так, и к отчетности по СОНКО прибавляется еще акт, который вы заполняете самостоятельно. Вот здесь он тоже есть в комплекте отчетности. Акт тоже есть. Кому-нибудь, я вышлю, все и заполните. Вот здесь вот в пропуске обычно спрашивают, вот здесь вот строчки. Это для тех, кто по СОНКО, вот здесь в акте, про что писать. Писать нужно ваши результаты, которые вы описывали в своей заявке, которые вы достигнете или решите в рамках вашего проекта. Вот здесь вот нужно вписать, что вы, в общем-то, достигли, решили, какие результаты, показатели вы для себя отметили. Все. Ну, акт распечатывается в двух актах, прикладывается к отчетности. Сдаются они вместе в содержательное и финансовое. В двух экземплярах акт. Отчеты в одном экземпляре. Акт в двух экземплярах. Ставите печать и подпись. Так, это то, что касается вот отчетности, форм отчетности по СОНКО. Так, ну вот для сравнения, да, вот так выглядит отчет по нашим проектам. То есть, в принципе, все то же самое, только он вертикальным разворотом идет. Так, ну и содержательный выглядит вот так. Итак, я вам не стала распечатывать содержательное, я просто расскажу, быстренько, как бы тоже пробежимся по содержательной отчетности, он будет видеть вот так. Форма. Итак, давайте к финансовой отчетности. Еще раз повторюсь, что, в принципе, требования одинаковые, поэтому там только формы будут немножко разные, с некоторыми дополнениями. Поэтому большая просьба старых форм не брать. Спросите новое, запрашивайте у кого-то, если нет, если не знаете, где взять, пишите мне на адрес, только обязательно указывайте конкурс, какой вам нужен отчетность, по какому конкурсу. Я вам отправлю в полном виде все формы, которые вам необходимы. Значит, что касается финансовой отчетности. Большая просьба не менять форматов, да, вот если в Сонькову вот так, значит, вот так и пишем, так и заполняем дальше. Если в наших вот так идет формат, значит, так и заполняем. Если у кого-то проблемы, подходите ко мне, будем решать эти проблемы вместе, заполнять вместе у нас в офисе. Какие основные требования? Значит, к отчетности должны быть приложены все копии первичных документов, которые относятся к расходам по бюджету, который у вас утвержден, подписан в вашем договоре, приложением номер один. Сюда вносим соответствующие статьи расходов. Вот как у вас в бюджете стоит, допустим, мультимедийный проектор. То есть вот здесь он и должен быть вписан, мультимедийный проектор, не статьи бухгалтерского учета, там, 301, 92 и так далее, а именно статьи расходов бюджетов, которые у вас в утвержденном бюджете проекта. По каждому из расходов, вписанному, здесь должны быть вписаны ваши документы, то есть реестр, да, из чего он состоит? Из перечня документов, которые, сумки, перечни документов, которые вы прикладываете к этому отчету. То есть к каждому расходу у вас должны быть какие документы, как минимум, если по безналичному расчету. У вас должен быть счет, счет фактура, это по максимуму, счет фактура, накладная, и если по безналичному расчету, платежные поручения. Если это услуги, то договорка и акт, выполненную услугу. Если организации, с которой вы вступили в взаимоотношения, упрощенный бухгалтерский учет, у них может не быть счет-фактуры. То есть, поэтому счет, складное, платежное поручение и, соответственно, договор или этот. Если у вас расходы идут, в рекомендациях написано, что мы рекомендуем, чтобы вы рассчитывались, производили ваши расходы по безналичному расчету. Это удобнее вам и удобнее нам. Но если у вас возникла необходимость производить расходы, снимать наличные и производить закупку каких-то товаров, материалов и так далее, наличными, в этом случае у вас должны быть обязательно чек и товарный чек. Допускается товарный чек без кассового аппарата, но должны быть документы, подтверждающие, что организация имеет право работать без кассового аппарата, потому что у нее есть на это разрешение. Какие еще документы при наличном расходе могут быть приложены? Это может быть бланк строгой отчетности. Это когда квитанция под номером, она выписывается от руки. Вот она может быть без кассового чека. Вот, наверное, и все. То, что вы можете по наличному расходу мне предоставить, к отчетности. Это правильно или нет? Правильно. 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 Можно вопрос? А сейчас еще вот очень часто в магазинах просто печать ставят и все, говорят, у нас нет. На чеке прямо на печать. На чеке перечень всех есть? Да. Это можно. Я сразу перебью. Вот Татьяна Ивановна нам расскажет в лучших чертах о бухгалтерстве. Я уже вам подробненько отвечу на вопрос. Хорошо? Этот, в принципе, я могу ответить. Чек, в котором прописаны все расходы, то есть наименование расхода и сумма, и количество, в принципе, могут быть приложены как. Но, по идее, у них кассовый аппарат может выписать товарный чек, вот такой же, и кассовый чек. Они, в принципе, одинаковы, но на одном из них кажется, что это товарный чек. То есть, либо так, либо может просто вот таким образом. Каким образом мы прикладываем копии? То есть, каждый документ, то есть, первичный документ делается отдельно на формате А4 листа. Вот если у вас, и не обрезается, если у вас товарная накладная или счет выписан вот такого формата, вот такого формата, и когда вы ее копируете на листочек, то не обрезайте ее. Вы скопировали и приложили мне вот в таком формате А4. Документы, которые вы прикладываете по наличному... Так, заживаете документы, прикладываете вот чеки, товарные чеки, они копируются нераздельно, и не каждый на эти листочки, да? Вот единственные документы, которые копируются вместе. Они раскрепляются скрепочкой и копируются на одном листе. Чек и товарный чек, но на одном листе. Не скрепленными вместе, а разделенно, но на одном листе. Так, это, наверное, вот то, что касается финансовой отчетности, что у нас... Да, конечно. А вот если, допустим, оказанный услуг, если с физическим лицом происходит, то каким образом здесь есть какие-то договоры? Можно, видно. Договор. Договор, оказанный услуг, да, с физическим лицом, да. И документы, что вы заплатили за имену налоги. Правильно? Ну, в физическим лицом может быть только гражданско-правовой договор. Нет, не сяже. Я куполула. Хорошо, я понимаю. Вы подбрали, но будет, я же. С физическим лицом можно заключать только гражданско-правовой договор. То есть это заработная плата, которая подразумевает уплату всех налогов. То есть вы должны понимать, что если у вас 50 тысяч там выделено, то это не значит, что он 50 получил, а что вы еще заплатили с этой суммы 20% пенсионных платок. Смотрите, какая система налогообложения и НДФЛ. То есть налоги вы берете на себя. Договор только с инвестиционным можно и с организацией. А в связи с лицом только КПТ. Если на услуги, то вы просто заключаете договор услуг и переводите сумму оказыванного услуга. А если с организацией договора? Это значит, что таково-восвестное оказание услуг. Вы оплачиваете только сумму, которую они вам выставили по счету соответственно. Но они уже будут эту сумму оплатить. А то, что касается физического лица, то вы берете тогда налоги на себя, если у вас не заложены эти деньги в бюджете проекта. А можно сразу? Если фонд оплаты труда в бюджете проекта, это подразумевает 33%? Смотря какая есть система налогообложения. Это у директуально. Нет, если упрощенка, то 20%. 20% пенсионных фондов. Не 2 фонд социального строительства, а 13% НДФЛ это выплачивает сам работник. Сам работник. Сам. Это не организация. Если вы 50 тысяч начислили, налоги человек получает не 50 тысяч. Я ответила, что сам работник выплачивает. То есть, если у вас, когда я пишу смету, я пишу сумму 50 тысяч, в том числе НДФЛ и 20% фондов. Да, да, да. То есть, у вас должно быть, если мы не 50 получим. То есть, когда вы выплачиваете, он уже получает 50 на минус МНДФЛ. У меня еще один вопрос. Да, простите, что нет. А вот, например, услуги бассейн у нас, да? Там тоже налог идти? У бассейна? Да. Но это их проблема, это не ваша. Вы заплатили им за лодки, а там и пассивны. Вы арендуете у них дорожку, правильно? Да. Все, вы проплачиваете аренду дорожки. А у нас почему, у меня бухгалтера нет, она еще процент какой-то заложает? Нет, это может быть оговаривать с организацией. Они могут говорят, так, мы вам дорожку даем, там, предположим, 5 тысяч, но еще включаем мы сюда налог, который мы будем платить с этого дохода, который мы получим. Мы выставляем вам уже договор не на 5 тысяч, а там на 5-600 с учетом вот этого налога. По поводу того, как можно переносить, не переносить между статьями суммы. Суммы, которые, да, менее 10% совокупного, да, вы можете переместить самостоятельно. То есть, допустим, у вас там было, забыло, прописано 20 тысяч на расход, да, вот 10% если у вас получилась экономия, да, то вы можете вот эту сумму экономии от 20 тысяч, там, 2 тысячи условно, переместить самостоятельно в какой-то из других статей утвержденных статей. В случае, если у вас совокупный больше 10%, вам нужно написать письмо обязательно перед тем, как производить расходы и перемещения. Вот тем, у кого договор, внимательно смотрим на договор, который у вас заключен и с кем он заключен. Очень много вопросов и писем не идет от организаций, которые победили в конкурсе СНКО. СНКО заключает договор организации с Министерством по развитию местного самоуправления. Все вопросы по бюджету и расходованию бюджета, то есть вот по, скажем, вопросам, касаемо как расходовать, что приложить, то есть, да, вот эти вот функционалы, можем ответить мы. А по поводу того, что вот как нам можно ли вот эту сумму сэкономленную переместить туда-то или сделать новый вид расхода, вот с этими письмами Министерства. Мы не принимаем решение, потому что договор не с нами. У тех организаций, у кого договор с фондом Гарант или с центром Гарант, это ко мне. Вот, поэтому еще раз говорю, если меньше 10%, перемещайте самостоятельно, больше 10%, пишите письмо с просьбой разрешить вам сделать перенос с одной статьи на другую или ввести новую статью. Статья, новая статья не должна отличаться, вернее, должна отвечать целям и задачам вашего проекта. То есть, если у вас проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, а вы, я не знаю, там запрашиваете, предположим, закупите ткань, да, вам нужно купить ткань или что-то там, или столы. То есть, вы должны четко обосновать, для чего вам потребуется в рамках этого проекта, с целью которого пропаганда второго образа жизни, купить ткань, либо столы. Вот. Это то, что касается перемещения. Есть вопросы к этому? А в отчете как показывать перемещение? Вот, я еще раз говорю, вы пишите мне письмо, что мы просим. Я вам отвечаю. До 10% которое? До 10%? Так, уже с новыми... Я понимаю, но в отчете это нормально это будет, да? Если 8000 утверждено, а мы истратили, к примеру, 16 со статьи на статью. Ну, 16... Нет, ну 16 это уже больше 10%. До 10% да. До 10% истратили, к примеру. Нет, вот смотрите, если у вас 8800 рублей, вы можете переместить самостоятельно. Ну, я образно сказала. То есть, я это в отчете могу показать. Нормально. Вы показываете уже, да, уже с измененной суммой. То есть, ну, это не жительство. Без писем. Без писем, да. То, что вы сказали, это нормальная сумма. Еще вопрос. Смотрим мы от общей суммы проекта или от запрашиваемой, которую мы берем? Если у вас по одной статье только идет, ну, экономия, условно говоря, да, или перерасход. То есть, вы понимаете, что вы заложили 20 тысяч, а вам нужно 20, там, 500, 21 тысячу. И вы смотрите, с каких средств вам это взять. Вы можете из своего же бюджета пересмотреть. Может быть, где-то у вас там была экономия. Или, может быть, вы видите, что вам может не потребуется, да. То вы можете из этой статьи переместить сюда. Но не больше 10%. Я поняла. Не больше 10% именно от этой статьи. От этой статьи, да. Если у вас общий совокупный, то есть у вас, вот, вы сделали, там, допустим, приобрели, одним, условно говоря, я не знаю, в одной организации решили закупить весь, по бюджету, все материалы. И у вас образовалась экономия совокупная, да, больше 10% или меньше 10%. Вы пишите письмо, что вот у нас образовалась экономия, с какой-то суммой, просим вас там направить ее на приобретение еще там того-то, потому что нам их побольше нужно. Либо ввести новую статью расхода. Ну, это больше нужно. Все понятно, да? Письмо, образец письма тоже у меня есть. Кому-то, если потребуется, пишем ко мне, звоним. Пришлите, я вам отправлю. В письме, хочу сразу вас обратить внимание ваше, что в письме, когда вы будете писать письмо, тут табличка есть. Вот, фактически, сюда вы переносите ваш бюджет утвержденный, который у вас договорен. Но здесь еще добавляется одна колоночка. То есть здесь будет статья сумма утвержденного бюджета и сумма измененного бюджета. То есть я хочу тоже соблюдать, чтобы это было понятно и мне, и вам потом в дальнейшем как нам работать. Вот на это письмо я пишу ответ, чтобы рассматривать ваше письмо. Пишу ответ, что ваше письмо утверждено, ваш бюджет, то есть следует считать вот в такой-то редакции. Поэтому, когда отчет, вы уже ссылаетесь на последнее письмо и делаете отчет уже по нашему письму с измененной суммой бюджета. И письмо к отчету может быть вкладываться. Ну, прикладывается. По бюджету есть еще вопросы? То, что касается вот еще когда, я не знаю, сейчас, наверное, у вас уже мало таких ошибок, но по поводу расходов на связь и транспорт. Очень много ошибок, особенно по конкурсам с ОНКО. И на будущее просто, да, сразу оговорюсь, что если вы решаете закладывать, или у вас вдруг заложено в бюджете уже, да, расходы на связь, вы должны понимать, что вы к отчету должны приложить документы от юридического лица, а не от физического лица. То есть, если вы закладывали средства на стационарный телефон, который зарегистрирован на вашу организацию, вы можете приложить к отчету. Если у вас заложены расходы на связь, и вы прикладываете к отчету мне чеки на физическое лицо, на мобильный телефон, такие расходы не пройдут, потому что они по... Нет, они пройдут, а в том случае, если у вас заключен корпоративный договор, например, расхода с микрофоном, там или с какой-то организацией, и подтверждается, что вот этот сотрудник, там ему присваивается номер лицевой, имеет право оплачивать свои расходы вот с этого телефона. И распечатку, потому что этот сотрудник может там в нее обзвонить с этого телефона, но это понятно, что к проекту не относятся, чтобы было понятно, что вот эти расходы относятся к проекту. Ну, в общем, да, я хотела этим продолжить. То есть просто от физического лица квитанция на Калинчук Татьяну Ивановну, расход к проекту от организации Центра Гарана, как больше, если не должен быть, да, то есть должен быть договор на корпоративную... Ты говоришь, что там Татьяна Ивановна, она не Елена Петровна. Нет, там уже будет договор и от Центра Гарана. А может быть, там на несколько человек? Нет, там общий договор и от Центра Гарана. Нет, мы уже обезличены. Корпоративные, мобильные телефоны, если в корпорации, они обезличены. А если у одного человека, только у членов, как у нас было, да, на Мариуме? Нет, у него тоже на Мариуме. Нет, у него на Мариуме, и у него есть свой счет. Нам приходят выключить. А у нас по-другому были немножко обезличенные. Так, ладно. Так, это то, что касается связи. Теперь то, что... Поэтому, если у вас в организации нет стационарного телефона, мы просто рекомендуем на будущее, чтобы у вас иметь возможность закладывать деньги на связь, приобрести номер телефона и зарегистрировать его как корпоративный телефон, да, ну, на организацию, как на юридическое лицо, и тогда вы сможете им пользоваться и закладывать расходы и отчитываться. То, что касается транспортных расходов, ГСМ и так далее. То есть... Так, вот так далее.